Любое натуральное число представимо в виде суммы степеней двойки, где некоторые степени двойки могут входить со знаком плюс, некоторые со знаком минус, а некоторые не входить, то есть входить с коэффициентом ноль. И соседние степени двойки не могут с неналевым коэффициентом выходить одновременно. То есть выражение такое, а нулевое плюс а первое умножить на 2, плюс а второе умножить на и так далее, плюс а н умножить на 2 в степени н, где следующее забавное условие. Но произведение а к д и а к плюс первое обязательно равно мулю. Для любого к от нуля до н минус 1. И при этом все эти числа из множества минус 1, 0 и 1. Давайте посмотрим сначала, как это выглядит. Ну, 1 это 1, 2 это 2, а третий что такое? 4 минус 1. Единственное, 4 минус 1 получилось. А 4 это 4, а 5 это 4 плюс 1, а 6 это что? 8 минус 2. Вы думаете, что надо взять двоичную запись какого-нибудь числа настоящего, и потом ее начать прямо разумку, да? Да. Вот смотрите, представьте себе, что у нас число делится на 2. Вы понимаете, что тогда сюда мы обязаны написать 0? Да. Пока понятно? Да. Отлично. А вот пусть оно нечетное. Тогда оно дает либо остаток 1 пределение на 4, либо оно дает остаток 3 пределения на 4. А вы понимаете, что если мы следующий разряд, когда мы пишем сюда 1 или минус 1, не имеем права написать, то вообще-то фактически здесь мы должны написать 1, если остаток 3 пределения на 4, 1, и минус 1. Если 3. Если 3. А нулевое это 0, если наше число, ну я не знаю, какое-то там число, х, да, если х делится на 2. И к какому числу мы должны перейти после этого? Число х половое. А вы понимаете, что х половое меньше? Да. И все хорошо, да? Хорошо. А нулевое равно единице, если х дает остаток 1 пределение на 4. И к какому числу мы должны перейти? К числу х минус 1 делить на 4. Оно меньше? Меньше. И, наконец, а нулевое это минус 1, если х дает остаток 3 пределения на 4. К какому числу мы должны перейти? К числу х плюс 1 делить на 4. Вообще-то оно тоже меньше, но для первого числа проверил. И все. А первое? Какое переходное? Еще раз. Здесь к х половому. А, просто х половому. Здесь к х минус 1 делить на 4. Здесь к х плюс 1 делить на 4. Все хорошо. Ну давайте поймем, в каком случае х плюс 1 делить на 4 может оказаться больше, чем х. Ну когда 1 больше, чем 3х? Ну, ребят, такое для отправленных чисел не бывает. Согласны? Да. Все? То есть мы всегда переходим к меньшему числу. То есть с самого младшего разряда эта запись однозначно выписывается, причем число очень так быстро уменьшается, поэтому запись действительно не только однозначно, но и существует.